здравствуйте дорогие зрители и гости нашего канала мы всем вам очень рады подготовили для вас новое видео и надеемся что оно вам понравится так что устраивайтесь поудобнее приятного вам просмотра осень в самом разгаре листья желтенькие уже осыпается и пока еще сохраняется теплые деньки поставил себе задачу на эту неделю использовать вот эти полтора мешка цемента которые у нас остались иначе за зиму они просто станут монолитом и потом уже ничего с ними не сделаешь году в том году и позапрошлом я начал вылаживать двор вот таким диким камнем это бюджетный вариант для нас какая красота получается видно что здесь у нас земля поэтому мы вот делали плиты показывали видео как а во дворе решили так как много камня то есть камня выложить вот такой двор хороший камушек большой да а гугу главное что хоть теперь не грязь месить еще покажу где он сделал здесь вообще были просто такие вот они выделяются тропинки и вот здесь тоже вот ступеньки рома сделал в угольник более-менее хорошие ступеньки и вот здесь выложил тоже из камня но как видите еще остался очень большой кусок поэтому сегодня мы вместе с вами пойдем добывать этот дикарь покажу как он мне достается ну и попробуем выложить до конца наш двор чтобы получилось уже более-менее красиво нас из старого деревянного плинтуса изготовим еще одну форму для плитки и сможем как раз доложить нашу садовую дорожку которая ведет к новой калитке постараемся выложить такую же бетонную садовую дорожку к нашему душу а также нас с вами ждет большая готовка так как нам нужно быстро переработать все эти фрукты и овощи пока они не испортились из этих сочных спелых яблок мы приготовим концентрированный сок с помощью сакопарки из овощей мы приготовим лечо а еще знакомые нам подарили ящик айвы поэтому мы приготовим из нее вкуснейшее варенье рома как и говорил приступил к изготовлению формы плит для садовой дорожки это были последние теплые деньки и мы с ромой старались успеть выполнить больше работ по благоустройству двора сегодня у меня непростая задача мне нужно успеть переработать все эти фрукты и овощи поэтому я буду использовать самые простые способы приготовления вначале я приготовлю варенье из айвы плод айвы имеет плотную структуру поэтому процесс ее нарезки кубиками дается мне с большим трудом и все это заканчивается неприятными мозолями на пальцах чтобы упростить этот процесс я воспользуюсь секретом моей мамы прокипячу айву минут 15 и процесс нарезки пойдет как по маслу айвы х х х х х х х х х Субтитры создавал DimaTorzok Немного выровняли поверхность земли Теперь разложим наши формы для плитки И будем заливать Вот примерно где-то так Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая девочка Ты там гулялась? Гулялась? Иди, мальчик Состав плитки Получается 1 цемента, 3 песка, 4 щебня А также если у вас дома есть какие-нибудь там остатки старой сетки Или может быть проволоки То тоже можно сюда ее смело ложить, заливать Так будет надежней, прочнее И плитка дольше прослужит Такой себе получается железобетон Первые три плитки уже готовы Оставим их застывать, затвердевать А сами пойдем добывать дикий камень Ну а здесь я показываю вам удивительное растение Которое мы обнаружили у нас в огороде Мы не знаем, что это цветок или это плоды Поэтому если вам что-либо известно об этом растении Напишите, пожалуйста, в своих комментариях Прежде всего мы вооружимся инструментом И возьмем лом Лопату И два железных надежных ведра Где мы будем брать и добывать этот дикарь? Ну по сути мы живем на такой возвышенности Из подобного камня Вот И даже наша дорога состоит полностью Из такого камня Ну конечно мы нашу дорогу трогать не будем А немножко ниже Спустимся в балку Там эти камни находятся уже среди земли Их можно просто легко взять, выкапывать И не надо много прилагать усилий Ну пойдемте, сейчас покажу Где он находится Спустившись буквально на несколько десятков метров вниз Может быть метров тридцать Мы видим, что на бугру Вот этот дикарь Можно добывать таким способом Один находится прям на поверхности Вот например О, хорошая пластушечка Добренько Так Вот Вот хороший Другие же камни находятся поглубже Надо откапывать их И отсыскивать Но это какой-то не очень ровный Пока подождет пусть Ага, вот сверху О, гляньте Как грибы можно собирать Такие камушки Плоды айвы кипели минут 15 Теперь я снимаю их с огня Сливаю горячую воду И заливаю холодной Сливаю горячую воду Пока айва остывала Я решила смастерить Декоративную подвеску Из красного острого перца Выглядит очень аппетитно О высохшем состоянии Мы используем его как специю Но думаю, что до высыхания Он у нас не долежит А вернее, не довисит Вроде бы кажется Хороший камушек Под корнями Застрял Не вытащишь Ага, кусочек Оторвался Сейчас вторую часть Набрали два ведерка А теперь 30 метров вверх Субтитры сделал DimaTorzok О, подписывайтесь на канал Ведра завалились, что значит под уклоном ставить. Вариант, конечно, бюджетный, но не очень простой. Пока залезешь, несколько потов сойдет. Ну пойдемте теперь во двор. Не знаю почему, но мне очень нравится этот процесс. Хоть он и тяжелый, это как собирать грибы. Иногда такие маленькие маслята находишь, иногда побольше. А иногда настоящий белый гриб, такой ценный, вот как этот камушек. Еле дотащил его сегодня. Приготовление концентрированного сока из яблок это длительный процесс. Верхнюю чашу сокопарки я наполняю фруктами. В моем случае это яблоки и немного слив. В нижнюю чашу наливаю воду, во вторую посредством пара будет стекать сок. Через маленький кран тонкой струйкой сок из чаши попадает в емкость. Весь собранный сок сливаю в отдельную посуду, довожу до кипения и далее разливаю по стерилизованным баночкам. Закатываю железными крышками и укутываю в одеяло до полного остывания. Самое главное в этом процессе это вовремя доливать воду в первую чашу. А иначе у вас сока не будет, да и сокопарки тоже не будет. Вначале мы уберем все листья, выровняем землю и потом сделаем раствор и будем ложить камень. Субтитры делал DimaTorzok Это так интересно, словно вылаживаешь пазлы, вроде играешь. Подбирать нужные камни по размеру, чтобы хотя бы они более-менее подходили. О, нормально. Когда айвара размягченная и охлажденная, нарезать ее одно удовольствие. Все кусочки помещаю в емкость, засыпаю с сахаром, добавила, конечно, немножко воды и ставлю на огонь. Субтитры делал DimaTorzok Эту фотку решил сделать с мешком, но это еще тяжелее. Еще и в спину давит. Варенье айвы уже готово, поэтому я снимаю кастрюлю с огня. И убираю в сторону. Закатывать его по баночкам я буду позже, так как впереди меня еще ждет приготовление леча. Помидоры и горький перец я пропускаю через соковыжималку. Лук и сладкий перец я нарезаю крупными кубиками. Все овощи соединяю в одной посуде, перемешиваю и ставлю на огонь. Субтитры делал DimaTorzok После закипания в овощи добавляю черный перец горошком, соль и сахар. Перед этим ароматом невозможно устоять. Так как леча я готовила скоростным методом, уровень специи соли и сахара определялся по вкусу. А еще я решила поэкспериментировать и в лечо добавила несколько штук горького перца. Как оказалось он горький, но не слишком острый. И уже поздним вечером дома я закатала по баночкам сок, варенье. Также закрываю лечо, но перед этим добавляю в него масло и уксус. Еще хочу поблагодарить всех хозяюшек, которые смотрят мои видео и дают мне полезные советы. Многие из вас советовали мне приобрести воронку с широким горлышком. Так как я минималист, я считала эту вещь абсолютно бесполезной. Но сейчас попробовав ее в деле, я не представляю, как раньше я обходилась без нее. Я не знаю, как раньше я обходилась без нее. Плиточки уже зацементировались, поэтому сейчас мы разберем сами рамки и пойдем уже к душу такие же заливать. А пока Роман работает, отвечу на часто задаваемые вопросы касательно нашего летнего душа. Вы часто задаете вопрос, скользкие ли ступеньки, которые мы сделали из битой плитки. Нет, ступеньки абсолютно не скользкие. Еще один частый вопрос, немаловат ли бак для воды, установленный на летнем душе. На самом деле бак вмещает до 4 ведер воды. И нам на двоих с Романом этого объема вполне хватает. Ну и самый главный вопрос, как летний душ может быть совмещен с колодцем. На самом деле это не колодец, а яма для воды, которая поступает туда из центрального водопровода. Стены ямы непроницаемы, так как отделаны жидким стеклом. Поэтому ни вода из слива, ни дождевая вода в яму не попадают. Не успел я залить плитки, прошло около часа, и кто-то оставил здесь свои отпечатки. Ну не знаю, кажется у Альфы немножко побольше лапа, чем у Жуты, поэтому ее отпечатки. Вот так вот, хоть не пойман, но мы знаем, кто у нас виновник. Лухи Альхоуша. Ладно, сейчас заделаем. Сейчас ближе покажу. Вот такие отпечатки лап. Видно, здесь она отталкивалась. А здесь были передние лапы. Ну ничего, пока раствор свежий, еще сможем все восстановить. В этом году я много посеяла семян бархатцев, и вот такими красавцами они у нас выросли. Поэтому я хочу собрать лепестки этих цветков и засушить их. Я знаю, что в моей семье часто лепестки использовали как специю и добавляли многие блюда. Если вы тоже так делаете, напишите, нравится ли вам эта специя и какие блюда вы ее добавляете. Высохшие бутоны бархатцев соберу на семена, чтобы в следующем году высеять их снова. Думаю, что этого количества камня хватит. Чтобы выложить оставшийся кусок нашего двора. Большую часть уже выложили, и вот осталось еще это пространство. А потом буду заливать раствором щебнем. На видео, наверное, покажется, что я носил и добывал этот камень несколько минут. Хотя в действительности это заняло целых четыре дня. Ну, надеюсь, что двор будет красивее после этого. Еще очень важно сделать надежным край этой площадки. Потому что в том году я заливал просто так раствором щебенкой. И видим, что со временем прошли дожди, снег, и оно сползает. Поэтому я приготовил такую сетку. Сейчас мы распустим ее. Сделаем надежный угол, скрутим на проволоку, и будет долго держаться и прочно. Сделаем надежный угол. На протяжении всего этого видео, я думаю, что вы заметили, как резко у нас изменилась погода. И сейчас баночки с новой консервацией я расставляю по полкам. И заметила, что нужно сделать небольшую ревизию. Но этим я уже займусь в следующий раз. Ну и здесь я решила показать, каким у меня получился яблочный концентрированный сок. Из одного ведра яблока у меня вышло около 3 литров сока. Музыка. 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 ну что наконец-то выложили мы эту часть двора диким камнем и кулечка покажи как получилось ну большая часть довольно таки очень старались если в том году мы заливали камень жидким раствором то в этом году решили попробовать заполнить пробелы сухой смесью поэтому сейчас смешаем цемент с песком три к одному и забьем все щели а потом будем проливать водичкой самое главное хорошо размешать эту смесь чтобы не оставалось кусков не цемента не песка помогай помогать молодец хорошая собачка помощь ты хищница брось ну дай взял уже поливальник чтобы полить засыпанный деталь а тут дождик пошел ну и хорошо теперь надо мне трудиться подождем сейчас раствор схватится и будет держаться надежно так 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 Ну и как вы видите, к концу видео у нас наступила настоящая осень. И мы очень рады, что успели выполнить запланированный объем работы еще по теплу. Ну и с наступлением осени и холодных дней творческий потенциал у нас все-таки не угас, а наоборот даже разбушевался. На просторах ютуба увидела, как можно сделать из алебастра плитку своими руками. У меня неплохо получилось. И где теперь пригодится мне эта плитка, об этом мы покажем в следующем видео. Очень надеемся, что вам понравилось это видео. Не забудьте об этом написать в комментариях. Ну а сейчас пора прощаться. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!